здравствуйте вы слушаете третий выпуск прокрастикаста сегодня в программе скандалы интриги расследования их не будет опять будет рассуждение о глобальных проблемах в нашем мире глобальных проблем в нашем мире где еще они же глобальные а да так вот да очень важные проблемы например у меня все еще загажен плейст watch later на ютюбе ужасно ужасно но я с этим смирился но об этом позже сначала комментарии а в особенности комментарии о том чтобы я сделал топ игр на PSP и так я толком ни во что не поиграл на манатере PSP потому что дачный сезон и я на даче собственно играл и меня много игр не набралось прям до топа да но я просто перечислил то что во что я поиграл и мои впечатления в общем у меня жил был мой собственно PSP 2008 года да у меня там был куплен аккумулятор у него распух и сдох потом я заказал аккумулятор китайский для PSP он сдох потом заказал еще китайский аккумулятор у него контакта система отходит нажимаешь блин на корпус как-то неправильно и все приставка отключается замечательно точнее консоль она же никуда не представляется да вот поэтому да поэтому мы на 3 PSP вместо этого так вот на манатере PSP первым делом я скачал Medal of Honor Heroes в демку этой игре я играл на собственно на раннем железе на самом PSP было там интересно там был один мультиплеерный уровень в зимней в Бельгии да получается да Battle of the Bouch наверное там было или что там вот это был мультиплеерный уровень с ботами и вот я скачал собственно полную версию игры на эмулятор свой запуская синглплеерную кампанию а там опять мультиплеерные уровни только по ним раскинули какие-то задания и фиксированные спауны ботов есть по всей карте где-то и конечно да но это еще более-менее да ну типа ходишь там бомбы стащишь взрываешь все дополнительные задания это соберите что-нибудь подберите документы подберите то то есть они совершенно одинаковые да а потом игра совсем совсем бросает вообще эти попытки казаться реально синглплеерной кампании и уровни уже превращаются в захват точки и в прочее такое веселье и да эта игра мне быстро надоела но вообще играть с боты мультиплеера там весело вот да вот ради этого можешь конечно скачать управление терпимое потому что я на второй стик геймпаду все назначил к там крестик квадратик кружочек треугольничек чтобы хотя можно было уцелиться как в нормальных консольных шутерах но все равно прицеливание оно дискретное а не не как на нормальных игры которые поддерживают стик для прицеливания следующая игра в которую я играл и на своей PSP у меня вот куплена была Burnout Dominator и еще я на прошитой уже играл предыдущую часть Burnout Legends которая более похожа на третью часть и мне не нравится геймплей Burnout если честно за исключением разумеется режим Road Race потому что машинки можно ломать а гонки гонки нет не интересно мне не нравится вот это совершенно не прощающая ошибки модель езды модель езды даже не физическая модель получается просто задел краюшек блин дороги и все и разбился да это может конечно сказать что у меня просто скиллов не хватает до этого но мне да и не учиться ездить в Burnout нормально потому что мне не особо это интересно ездить просто да насчет кстати гонок у меня есть физическая копия Wipeout Pulse отличнейшая игра всем рекомендую номинатор скачал предыдущую часть PSP Pure и я в нее толку не поиграл потому что я там играл только в чемпионаты и мне особо нравится когда гонки это не отдельные ивенты а постоянно серия единицких гонок которые надо пройти подряд вот а в паусе сразу появляется вот эта комбинатная плоскость с гексагонами где ты проходишь один ивент и все ивенты рядом разблокируются которые были рядом с этим на этом поде ивентов вот это мне как-то поинтереснее было но по идее я просто слишком мало поиграл плюс чтобы увидеть другой интересный контент поэтому ничего не могу сказать кроме того что Wipeout вообще классная серия игр если кто-то хочет поиграть что-то похожее на ПК то купите Барристика NG она очень дешевая игра в стиме и она прямо реально передает атмосферу более ранних частей Wipeout не тех что на PSP выходили но я особо гонить не заметил все равно геймплей отличнейший хоть я и сейчас не особо хочу играть в гонки если это конечно какие-нибудь там флотауты кстати на PSP флотаут отличный порт играть можно но я не особо не играл потому что ну я и так прошел почти до конца вторую часть и полностью прошел Ultimate Carnage который по идее то же самое что и вторая часть потому что я играл и на классический режим в этого кубка да или как там он называется так что вот тоже можно конечно посвятить этот порт но это просто порт кому-то интересно то есть можно поиграть в ПК версию полную кстати на тему этого еще выходило два эксклюзивных бутылфронта Star Wars на PSP ну и у них я скачал последний эксклюзив Elite Squadron по-моему и там ужасная частота кадров и стрельба не особо конечно интересно когда ты вроде бы стреляешь вроде бы автонаведение есть но как-то не особо попадать по противникам я потом решил я лучше скачаю в стиме вторую часть 2005 года выпуска и поиграю там с модным каким-нибудь это будет наверное поинтереснее все-таки мне не обязательно играть это блин лежа на диване на планшете с андроидом такие игры вот что меня реально заинтересовало на Матере PSP когда я скачал все-таки образ этой игры это Syphon Filter Dark Mirror у меня есть физическая копия Logan's Shadow и я ее дропнул на уровне под водой на уровнях под водой потому что там не было толком по-моему Аркдоу это самая интересная вещь в портативных версиях а Syphon Filter вообще они такие ржачные Перестрелки с ними намного интереснее получаются во всем прочем оба Syphon Filter на PSP такие совершенно обуденные шутеры от третьего лица но для PSP довольно-таки впечатляющие графические игры графон там ну да это конечно компенсируется тем что уровни маленькие там если они не просто коридорные но все-таки вот реально советую вот эта игра по-моему прошла проверку временем можно и сейчас поиграть не еще так шутан 2006 года выпуска по-моему довольно-таки аутскуя некоторым ощущается атмосфера тех времен там и системы укрытия там уже есть кстати по-моему она впервые появилась в Kill Switch если меня не изменяет память именно в современном виде потом уже была популяризирована Gears of War ну вот по идее примерно в то же время что Gears of War вышел Dark Mirror кто-то на улице орет прекрасно еще конечно могу посоветовать Grand Theft Auto Reluity и Vice City Stories на PSP я прошел на PSP на своем Reluity City Stories и на Android перепрошел и кстати да на Android версии конечно лучше просто потому что там ассеты уже из версии на PS2 и еще бодрые они издализированы получается ну без этого мыла которая была в порте да в порте на PS2 я уже вставил в виде несколько текстовых вставок про тигры которые забыл упомянуть в аудиодорожке но вот отдельно хочу отметить голосом прям во ремонтаж записываю сейчас аудио хочу отметить Driver 76 это блин офигенная игра эксклюзивная для PSP я сумел его пройти уже на своем прошитом PSP когда у меня китайский аккумулятор дерьмово стоял отличная игра даже в некотором роде лучше Grand Theft Auto той эпохи потому что машины приятно вводить миссии там тоже вполне разнообразные меньше упора на стрельбу и еще можно убивать водителей ранее их машины это конечно жестоко но это мне не мешало выбирать грузовик во фре-роуме чтобы устраивать такие жуткие наезды кровь кишки а нет в этой нет крови кишков но игра хорошая советую и Honourable Mansion это версия на PSP мобильной игры Asphalt 2 от Геймлофта потому что там графика PlayStation первого PlayStation замечательно никого не рекомендую просто было забавно это посмотреть вот и все все время на PSP по-моему отдельное видео это не достойно в этот топ потому что мне лень записывать собственно геймплей поэтому я просто там может поставляю то что я на YouTube найду вот а теперь возвращаемся к темам подкаста которые я еще даже и не раскрыл хотя в описании к видео там все есть окей меня забанили в стиме ну забанили загрузку скриншотов на неделю прекрасно и все из-за 100 скриншотов в Jackbox Party Pack 2 я не совсем понимаю из-за чего именно потому что там может быть много причин жалких конечно причин ну ладно это все таки их комьюнити хаб они там кого хотят могут банить хотя они мне в саппорте написали что они не знают что это мне заблокить возможность вообще укладывать повсюду скриншоты не только в их комьюнити хабе вот и конечно скриншот с именем Симен который модератор считал как Симен это это прям самая смешная причина для бана на свете ну это был не единственный скриншот их было там 8 вот и поэтому меня целую неделю забанило просто великолепно не хочу в этот раз снова делать так что мне придется монтировать блин целых 40 минут материала поэтому еще одна тема и закругляюсь у меня кстати тут список есть довольно таки большой уже чтобы еще такого обсудить например в следующий раз я думаю можно будет погрузиться в прошлое и вспомнить все мои достижения на ютюбе которые сейчас кажутся полнейшим кринжем ну это хорошо на следующий раз но но раз я про это вспомнил у меня прям был недавно очень очень шикарнейший прям счастливейшее событие я нашел я нашёл обращение ОЗОНА677 ко мне видеозапись наконец-то урэээе Ну я ее использую в другом видео вы еще еще увидите там обращение замечательное marondere 95 ты мед מ�тикумка вот вот маленький отрывочек чтобы контекст был итак вот следующая тема Начну издалека, начну издалека, знаете, из таких дады, вы прямо не представляете, я недавно, по-моему, уже полтора месяца назад, да, полтора месяца назад перестал слушать радио Эхо Москвы, и это прямо одно из лучших решений моей жизни, ну, в пределах этого года, наверное, потому что это прямо doom-scrolling, так называемый, а не развлечение, я просто люблю слушать радиофоном, когда работаю, да, потому что музыка, ну, ее надо выбирать, она может там отречь, может быть слишком сильная, если она вообще прям офигенная, да, а фоновый шум в виде радио, ну, прекрасно, вот только у Эхо Москвы есть пара недостатков по сравнению с той радиостанцией, которую я слушаю сейчас, реклама, во-первых, шумная, нет, спасибо, особенно, когда это реклама ионизаторов воды, длиннющая, она просто прекрасна, конечно, очень научная, ух ты, хе-хе-хе, и еще утренний эфир по будням, это сплошная политота, несмотря на то, что редакционная поэзика гласит, что, типа, даем взгляд на обе стороны дискуссии, вообще на все мнения, да, но в гамках одной передачи это все равно сводится к тому, что одного спикера интервьюируют, он несет все, что, блин, хочет, даже если он в этом ничего не смыслит, а интервьюер не всегда имеет способность ему перечить, как-то подвигать сомнениям его мнение, чтобы более такой взвешенный контент был, взвешенный по информационной нагрузке, да, я как раз помню какого-то там музыканта там в отдельной передаче в пазах, особое мнение, по-моему, да, и он там что-то нес про то, что, типа, а вы, а вы знаете, что, блин, глава Black Lives Matter, она купил себе дорогой дом там, короче, да, я такой, глава Black Lives Matter, окей, это типа как президент Антифы? Кто это? Откуда там может быть глава децентрализованного движения? Не знаю, вот, в общем, все, я их в Москве дропну, хотя, как это, там же еще есть Невзоровские среды, ну это да, вот этот трешак прекраснейший, но он по вечерам, поэтому, да, это не вариант, раз только записи слушать, я по вечерам не слушаю, блин, под этату российскую, спасибо, не надо, и вот я перешел на радио BBC Radio 4, я и до этого услышал, но мне оно оказалось слишком тихим до этого, знаете, там иногда, прям, есть какие-то периоды тишины по 10 секунд, это уже для меня слишком много, какая работа, я хочу прям реально фон научу, но я уже к этому привык, и отличное радио, познавательное, политики мало, ну там есть, конечно, новости там всякие, новостные сегменты, да, и вот там и научно-популярные передачи есть, их там много, замечательно, просто замечательно, и там как раз мысль такая была интересная, наконец-то дошел, дошел до темы, собственно, которую я хотел высказать, с возрастом кажется, что время течет быстрее, но по-настоящему это из-за того, что у нас меньше воспоминаний остается от зрелой жизни, потому что мы большую часть вещей жизни уже знаем, и как-то мимо нас это все проходит, но впечатлений становится меньше, я такой думаю, давайте все опять сведу к ютубу, как же без этого, в общем, был у меня такой пост вконтакте в мае 2018 года, он был у меня вконтакте, и я там жалуюсь на то, что система рекомендаций, ну типа ужасная, мне предлагается какая-то хрень для просмотра, там что там, тадан, ну тадан это классика, это знать надо, но блин, что так много видео про видеоигры, кому это нужно, да, ну то есть это, это я просто загнал себе такую яму из геймплейных видео в том время, потому что я смотрел кучу геймплеев Коммунтен Конку третьего, и я там застрял, короче, и не помню, когда баланс был все-таки переломлен, но сейчас у меня система рекомендаций ютуба, она у меня просто выстаргает, столько всего интересно, знаете, у меня забитый плорист-вотчилейтер, но вырезать рекомендации, я такой, ну ладно, посмотрю рекомендации, тут столько всего интересного, и короче, все, вечер сделан, в общем, прекрасно, я просто спасся, спасся из этого ада фигур рекомендаций ютуба, с помощью единственного простого действия, я перестал смотреть так много видео про компьютерные игры, Кому они нафиг нужны, реально, все, все, ребят, сейчас только сейчас буду смотреть видео эссе от трансженщин, я не знаю, как так получилось, но у меня реально теперь много трансженщин в подписках, сколько там, раз, два, три, ай, опять видеоигры, наверное, где-то четыре есть, не помню, в общем, да, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Я до недавнего времени задумывался о том, что развлекать себя это довольно-таки сложная задача, почему-то во времена университета, там, и школы как-то все было интересно, ну, и тебе там смотрел все подряд, там, играл во что-то, что-то там какие-то геймплеи тупые, там, пил летсплеи потом, а потом бац, закончил университет, и я такой пал в ступор некоторые, а что дальше, все, ничего больше интересного нету, да? А, оказывается, надо прикладывать прям усилия к тому, чтобы узнавать новое, даже если это, блин, просто просмотр видео новых жанров, ну, и тебе, а не только, блин, летсплеи. Жалко, что я, конечно, раньше до этого не догадалась, потому что я помню, что года три назад, вот как раз в восемнадцатом году, мне было очень фигурно, просто потому что, ну, что-то все стало таким пресным, и мне ничего особо не хотелось сделать, это прям была бездна ОКР и тревожности. На этом, пожалуй, закончу, потому что все-таки хочу выпускать эти подкасты регулярно, ибо в прошлый раз я наговорил так много, что прям все, я все выговорил, все, что хотел, и поэтому подкастов долго не было, ну, еще дачный сезон, дачный сезон. У меня сегодня не дачный день, не дачный день, поэтому я и записал этот подкаст, вот, ждите еще там одного нового видео, и вообще новых видео, в общем-то, удачи, до свидания, там, пейте чай, как обычно, все, пока.